— Мы просто вот с Димой как раз в рамках подготовки к эфиру, но почему складывается такое впечатление еще дополнительно? Но помимо того, что везде коронавирус, складывается впечатление, что этого стало меньше по сравнению с тем, как, например, это было, ну вот когда нам с Димой было лет по 20. В 90-е, там середины примерно 90-х и следующие 10 лет очень активно эта тема обсуждалась на телевидении, в бумажной прессе. Разные, в том числе, как это, даже не познавательные, а программы, которые действительно объясняли, что, как, которые учили. — Я помню, мы на уроках рисования, собственно, рисовали плакаты. — Вот, к примеру, да. А сейчас это куда-то пропало, и я, например, совершенно перестала видеть даже какую-то социальную рекламу, направленную на профилактику. — Совершенно верно. У нас перешла борьба с ВИЧ-инфекцией. Не знаю, какой спортивный термин употребить. Ну, то есть, пассивное весьма состояние. Мы сейчас ориентированы только на одну программу. Это выявить людей зараженных и начать их лечить. Ну, в надежде, что если они все получают лечение, они становятся менее заразными. И таким образом заболеваемость будет снижаться. И нам больше никаких усилий не надо прилагать. То есть, побольше обследовать население, тестировать и закупать лекарства. Ну, вот, стоимость, число людей растет, которые нуждаются в постоянном приеме лекарств. Да? То есть, на самом деле, не получается здесь победы. Пока ВИЧ-инфекция явно побеждает. Потому что число россиян, живущих с ВИЧ, растет. Умерших становится все больше попадает. А в ту категорию люди с ВИЧ, умершие от ВИЧ. Там, может быть, некоторые от других причин. Ну, и, соответственно, здесь игра статистики такая начинается. Да, здесь игра статистики. И расходы растут. Там, может быть, снижается стоимость отдельных препаратов. Но, в общем, все время приходится просить правительства выделить дополнительные средства на закупку препаратов. Поэтому, конечно, мы пока проигрываем борьбу с ВИЧ-инфекцией. Что касается борьбы, мне на глаза сегодня попался такой график, который даже, по-моему, боюсь соврать, но, по-моему, это обсуждалось как-то, комментировалось кем-то из Роспотребнадзора, это график, собственно, уровня заболеваемости. Да, где там, понятно, пики. И вот во время пандемии такое резкое падение по количеству заболеваемости. Ощущение, что это, в общем, связано с пандемией и как раз вот со снижением тестируемых людей. Ну, это связано с изменениями в тестировании, конечно. Но, на самом деле, в 2020 году действительно упало число обследованных. И тут, конечно, мы могли связать число выявленных новых случаев с тем, что меньше обследовали. А вот в 2021 году, наоборот, число обследованных выросло даже по сравнению с 2019 годом. А, даже так. А, но это как раз за счет всех тех, кто госпитализировался с коронавирусом. Их заодно и на ВИЧ-инфекцию обследовали. Вот поэтому выросло количество обследованных по клиническим показаниям. Но это все-таки коронавирус ничего общего с ВИЧ-инфекцией, со СПИДом не имеет. Ну, для массы обследовали всех. Вроде выявили меньше, но очень мало обследовали людей, которые к уязвимым группам, к которым мы относим. Мужчин, имеющих секс с мужчинами, наркоманов. Их-то как раз количество обследованных снизилось. Поэтому вот те цифры, которые сейчас сообщают, что у нас снижается количество новых случаев, но это снижается количество выявленных случаев. А что происходит на самом деле, мы можем догадываться по другим косвенным признакам. Рост идет, число новых случаев среди тех же мужчин, которые имеют секс с мужчинами. По статистике, очень увеличилось число заражений при половых контактах между мужчинами и женщинами гетеросексуальными. Гетеросексуальные пары, да. Да, вот группа наркопотребителей снижается. Но это тоже может быть связано с изменением структуры наркотиков, которые потребляются. Раньше это были опиаты, которые вводились внутривенно. А сейчас очень много наркотиков. Это доминирует как раз. Это амфетамины, это возбуждающие препараты. Их начинают принимать обычно пероз через рот. Или некоторые корят. И это возбуждает, увеличивается сексуальная активность. Но, к сожалению, тоже... Потеря контроля, да. Да, тоже затем эти люди постепенно увеличивают дозу из-за зависимости. И со временем тоже перейдут на внутривенное введение. Поэтому тут ситуация тоже не очень благополучная. Хотя, вроде бы, вот меньше случаев заражения среди наркопотребителей. Ну, то есть, получается, что у нас и среди мужчин, имеющихся с мужчинами, идет распространение, и среди наркопотребителей. Плюс еще все общее население гетеросексуальное тоже вовлекается очень активно. Причем более старшая возрастная группа. Вот старше 30 лет как раз большая часть заражений. А это с чем связано, что более старшая? Вот это как раз связано, что много объяснений. Одно из объяснений, что где-то после того, как закончил институт, стал человеком самостоятельным, люди как бы становятся под меньшим контролем и ищут, значит, различных впечатлений от жизни. Ну, и кроме того, это и разводы, и поиск новых партнеров. Все это играет роль. Потому что сейчас вот, если говорить о распространении между мужчинами и женщинами, то это не случайные связи, как вот раньше говорили, а это то, что у нас называется моногамные, серийные моногамии. То есть это смена постоянных половых партнеров. То есть Гаврила был примерно... Да-да-да, Гаврила женам верен. Женам верен был. Но он за это время, пока он в браке, он верен своей жене, а потом женится на другой. Все законно, всех в законе. Вот, но это может быть пять браков. Мы знаем, что у кого-то пять браков зарегистрировано, еще там пять незарегистрированных. Ну, и что здесь происходит? Если уже при случайных контактах, может быть, пользуются презервативами, но потом, когда начинают жить вместе, как правило, уже может быть другие... Что называется, в серьезных отношениях. Значит, эти самые... Другие средства, там, контрацепции применяют. Ну, как правило, уже презервативом не пользуются. А это как раз и приводит к заражению. Потому что при одном половом контакте не такой большой риск заразиться. А вот если живут вместе инфицированные женщины и неинфицированные мужчины в течение года, то риск заражения женщины составляет где-то 40-45% за год. А у мужчины чуть меньше. Ну, в силу физиологических особенностей, у него риск где-то 30-35%. Ну, вот и получается, что как раз вот эти вот моногамные связи, они даже больше дают числа новых случаев, чем случайные такие, случайные половые связи. Потому что, в принципе, презервативы сейчас доступны. Там, проститутки ими пользуются, потребители их услуг тоже пользуются. А вот эти вот, как вы говорите, постоянные... Серьезные отношения. Да, серьезные отношения. Просто отношения, да, как сейчас выражается, они сейчас приводят как раз к гетеросексуальному распространению. Ну, у нас еще, мне кажется, это и связано с тем, что у нас нет культуры серьезно относиться к собственному здоровью, да, и, например, иметь привычку раз в полгода там ходить, хотя бы раз в полгода, хотите сдавать анализы. Ну, это уже поздно выявить, что у тебя ВИЧ-инфекция. То есть сейчас... И это как раз вот то, что моя позиция там с Минздравом расходится. Они говорят, главная профилактика, это пораньше выявить болезнь. Главное, профилактика не допустить, конечно, конечно. Поэтому тоже, когда мы уже выявили, ну, дальше мы уже должны человека лечить, обследовать. У нас препарат, допустим, для лечения где-то 30 миллиардов федеральные расходы, там еще несколько миллиардов региональные расходы, но еще уже обслуживание, обследование, врачи, эти центры СПИД, которые у нас создали, это примерно еще 35 миллиардов. Это регионы тратят, да, федеральные там 30 миллиардов. Вот, поэтому... А эти вот расходы все время увеличиваются, да, за счет того, что мы все время новых выявляем. А им меньше уделяя внимание предупреждению в новых случаях. — Владимир Валентинович, а сколько так вот слушателей тоже интересуется, можно ли, я не знаю, назвать по времени вот человек... Ну, низкая культура сексуального поведения. Человек занимается незащищенным сексом. Он становится ВИЧ-инфицированным, но вот до момента, пока он не начинает чувствовать себя плохо и не понимает, что с ним что-то происходит, сколько в среднем? Можно ли какую-то цифру по времени назвать? — В среднем здесь нельзя назвать, но примерно это может чувствовать себя хорошо 20 лет и больше. И даже в стадии СПИДа может тоже в половые контакты вступать. Потому что вот СПИД, ну, это вот СПИД, это тяжелые проявления, угрожающие для жизни. Они у половины развиваются где-то на 10-11 год после заражения. То есть 10 лет он будет чувствовать себя, половина чувствует себя. — И даже, например, не подозревается, что... — А у другой половины только к 20 годам. И поэтому вот это вот, получается, скрытое распространение вируса и дает ему такие большие преимущества. Он распространился по всему свету, там. Его открыли только, когда гомосексуалисты в Америке стали болеть. Вот обратили... — Это 81-й год, по-моему. — Да. А как выяснилось, потом в Африке-то он давно распространялся. Просто там отчего люди умирают, никто особенно не дифференцировал. Да, спид, не спид. Потом даже они долго говорили, что у нас в Африке ни одного случая спида нет. Это американская болезнь. Ну, просто они этот диагноз не могли поставить. А когда мы в 85-м году начали обследовать иностранных, африканских студентов, то сразу нам стало ясно, что ВИЧ полно во всей Африке уже... Там речь идет о проценте одном-двух инфицированных во многих странах. Ну и насколько я знаю, например, история, которая показана в фильме «Нулевой пациент» в сериале «Листая», там тоже изначально ВИЧ был завезен именно из Африки. Ну да, там ситуация такая, что в Россию ВИЧ попал двумя путями. Один путь – это от американских, из США, потом в Западную Европу, может быть, американцев. Первые у нас были, заразились это наши секс-работники, мужчины, которые работали в Москве и обслуживали иностранных туристов. Один, например, там один, можно сказать, индекс «Первый случай» в этой группе, которую мы нашли, он работал в Большом театре. Поскольку они очень любят балет, то он легко там находил себе партнеров. Он имел связи там в театре, билеты у него всегда были. И он же как раз вот был один из первых, может быть, даже первый в этой группе, кого мы обнаружили зараженного. Ну тут ясно, что он от иностранцев заразил, но от него уже несколько наших заразилось. И это пошло в этой группе. А другая группа – это вирус нам попал из Африки, конечно. Это с теми нашими гражданами, которые работали в Африке. Кто переводчиком, кто шофером, кто, значит, вот моряк, это были стерские вспышки. И они потихонечку нам завезли вирус тоже. То есть у нас, даже вот когда мы смотрим вирус среди мужчин-гомосексуалистов, там субтип B, B, который типичен для США, Западной Европы. А среди остальных групп населения у нас А или Эй, это доминирует где-то 90%, это Эй-6, такой уже наш советский, эсенговский такой штамм А, которого очень мало в Европе и в Соединенных Штатах. То есть железный занавес, он определенным образом нам дал, так сказать, СССР, несколько лет задержки с распространением вируса. Но он действовал только в сторону капиталистических стран, да, в сторону Запада. А с Африкой, наоборот, у нас контакты были очень активные. Вот привело к тому, что у нас другой набор вот этих субтипов для мужчин, имеющихся с мужчинами один, для остального населения другой. Ну, конечно, есть перемещение, перемешение этих штаммов. Теперь еще из Юго-Восточной Азии к нам пришел субтип С или С по-нашему. Вот. То есть и многое между ними уже какие-то гибриды образуются. Но это не так важно с точки зрения вот лечения, потому что лечить одинаково. А вот разрабатывать вакцину надо уже такую, чтобы против всех. Против, да, чтобы она работала. Там на Западе в основном против БЭРа делают вакцины. А нам уже не пойдет к одному субтипу. Нам надо, чтобы действовало против всех субтипов. Ну, это одна из причин, почему трудно создать вакцину. Ну, а вторая, это главное в том, что иммунитет не вырабатывается приобретенный. Да, вот каким бы мы коронавирусом штаммом не заразились, там через неделю-две выздоравливаем. И у нас там антитела появляются. То есть иммунитет какой-то есть, который потом дает уход вируса из нашего организма, да. Мы его, как вы говорите, санируем организмом, он очищается от этого коронавируса. А при ВИЧ-инфекции этого нет. То есть один раз заразился, так зараженный всю жизнь не будет. Поэтому и вакцины не получается. 30 лет делают вакцин, ни одна пока не проявила себя как достаточно эффективной. Ну, проявится еще это разнообразие субтипов. Поэтому вот сейчас основная ставка, конечно, на лечение. предоставить всем, кто у нас инфицирован, дадим им лекарства. Жизнь их продлится на много лет. Я знаю людей, которые 30 лет живут с ВИЧ, там 20 лет эти лекарства принимают. И от них риск заразиться меньше. Ну и такая... То есть такое купирование условно. Ну, такая гипотеза, что можно всех выявить, всем дать лечение. И таким образом ВИЧ исчезнет или сойдет на нет. Ну, очень многие сомневаются, что это эффективно. Но это поддерживается фармацевтическими компаниями. Потому что они заинтересованы, чтобы лекарств побольше. Ну, вот это вот, к сожалению, это удобно и для бюрократического аппарата. Да, вот мы лекарства закупили, закупили, население обследовали. Все, и отстаньте от нас. Смотрите, как у нас все хорошо, все цифры там. Ну, вот и получается, что лечение у нас все-таки получают не все далеко. Потому что многие и не идут лечиться. Даже знают, что у них диагностирована ВИЧ-инфекция. Ну, это могут быть наркоманы. Это могут быть просто люди, которые боятся к врачам ходить. Мы к зубному-то боимся сходить, да? А здесь идти куда-то в центр, там, по поводу спиден. Ну, ничего, может, обойдется. Смотрят в интернете, а там спит диссиденты. Которые говорят, да нет этого спида. Да ничего нет, вообще ничего нет. Что вы? Да, у вас же ничего не чешется, не болит. Вы его не видите, значит, его точно нет. А если вы будете лекарства принимать, то у вас... Вот тут-то, конечно, главное зло. Да, эти же лекарства не безвредные, а это, опять же, фармацевтические компании просто вас хотят. И такие же купленные врачи. Ну, вот поэтому до 20% у нас, даже тех, кто зарегистрирован, они не идут пока на лечение. 20%? Страшно, да. В мае РБК опубликовал материал о том, что эксперты заявили о получении лекарств от ВИЧ лишь третью больных. И приводят данные ежегодного доклада коалиции по готовности к лечению. И вот там речь идет о том, что лечение проводится несколькими препаратами одновременно. Да, это вот почему так много миллиардов уходит на лечение, потому что надо одновременно три препарата давать. Ну, есть там несколько схем, которые там два препарата, но они редко применяют. Вот наш слушатель спрашивает как раз, когда прием терапии будет один раз в полгода? Такое вообще возможно? Ну, вот сейчас разработаны такие препараты, инъекцию делают, и потом до полугода может человек не принимать лекарств. А, то есть это как блокады, что ли, действуют примерно по такому принципу? Медленно препарат выделяется, и этого достаточно, чтобы подавить размножение вируса. Но пока это тоже только начальный такой период этих исследований, еще нельзя сказать, что это массово применяется. Ну, и не факт, что через полгода не забудут сделать инъекцию, да. Тут много разных проблем возникает. Ну, вот, и все-таки новые препараты очень длительно внедряются, потому что этот препарат разработали, но вот там есть в Соединенных Штатах компания, не компания, а специальная организация, которая проверяет фармацевтическую и пищевую промышленность. Фуд энд драг администрейшн, так называемый. Очень жестко. Она вот задержала даже регистрацию, потому что была недовольна там нарушениями в процессе производства. Ну, то есть идут очень медленно эти препараты. Когда они до России доберутся, еще очень сложно сказать. Плюс 7903-797-6333, я напоминаю, это номер нашего ватсапа, друзья, для ваших вопросов. Вот из этого же материала, и вы его в том числе комментируете, заявление Минздрава, я так понял, что Минздрав сказал, что вот эта статистика о нехватке лекарств, она в первую очередь вызвана тем, что неверной статистикой самого количества зарегистрированных инфицированных. Ну, это, во-первых, выпад в основном в мой адрес, потому что у нас Роспотребнадзор фиксирует всех людей, у которых выявлены антитела к вирусу иммунодефицита, подтвержденные специальным подтверждающим тестом, и это весь мир считает доказательством того, что человек заражен. У нас есть база данных этих людей, мы можем найти и идентифицировать. Поэтому, а Министерство здравоохранения фиксирует только тех, кто пришел вот в эти центры, принес паспорт, снилс, значит... То есть, если человек пришел в частную клинику, сдал, он не попадает в эту базу? Нет, да. Вот. Ну, это с частными клиниками, там отдельный разговор, кто-то сообщает, но, как правило, не хотят, чтобы сообщали, поэтому приходят на условиях анонимности. Поэтому чаще эти люди не попадают из частных клиник. Вот. Ну, а... Поэтому у нас и получается разница где-то 20%. Те, которые я говорил, не хотят идти за медицинской помощью. Ничего себе 20%. Это серьезное. Вадим Валентинович, перебьем буквально вас на несколько минут, друзья. Вадим Валентинович Покровский, директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом в студии «Серебряного дождя». Так, смотрите, мы сейчас не в эфире, но наши зрители в интернете, они продолжают нас слышать. Ну, что же делать? Нет, я просто говорю, что они тут тоже пишут вопросы. И по-прежнему, опять же, удивительно, хотя я понимаю, что я сам на этот вопрос точного ответа не знаю, но до сих пор в 21 веке люди спрашивают, через какое время после незащищенного контакта надо сдавать анализ, чтобы наверняка понять. Потому что сразу же нет смысла сдавать. А варианта избегать незащищенного контакта они не рассматривают, мне очень интересно? Ну, а если вот случилось? Да. Все почему-то думают, что если... А, вот тут есть еще одна проблема с тестированием. Человек протестировался. Да, говорите, говорите, я после микрофона. Протестировался с отрицательным результатом. Ага. С отрицательным результатом, если протестировался, то он начинает думать, что он ввелся оборудованием. Да, правильно. Да, 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 это подстегивает же. А тогда я буду продолжать, мне страшно. Хорошо, если человек всегда предохраняется. Вот там раз в два года у него что-то случилось. Ну, это вот тогда можно обследоваться через три месяца. Через три месяца? Да. Так, через сколько мы, Димочка, выходим в эфир? Через три месяца. Часто не услышал ответа. Через минуту. Я к нашим зрителям сейчас в YouTube хочу обратиться. Ребята, я никогда не делаю этого, но у меня большая просьба набросать нам лайков под трансляции, потому что это очень важный разговор, и я, честно говоря, хочу, чтобы он выходил вверх в выдаче YouTube, потому что по федеральным каналам я мало слышу, чтобы эти темы поднимались. Так. Господи, теории заговоров. О, лаборатории... Я даже не знаю вообще, как комментировать это сообщение. Никогда не кончается, это как бы фоновый такой звук. Причем это происходит, что бы ни случилось. Сразу все искусственное происхождение, все, во всем виноваты рептилоиды. Так, ну что, возвращаемся? Да. Мы продолжаем, друзья, программа «Анализируй это» в студии Дмитрий Кузнецов, Дарья Гордеева и до конца этого часа вместе с нами Вадим Валентинович Покровский, директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Ваши вопросы и комментарии присылайте на плюс 7903-7976-333. И это наш WhatsApp, не забывайте про видеотрансляцию из студии «Серебряного дождя». Вадим Валентинович, вот я знаю, что есть такие, скажем так, по странам рейтинг и антирейтинг. Стран, где хуже и лучше, насколько можно сюда применимо слово «лучше», ну, наверное, да, применимо с распространением ВИЧ. В 2019 году, по-моему, Россия вошла в топ-25. Среди тех стран мы оказались, где ситуация... Ну, берите топ повыше, мы даже входим в первую пятерку. Да вы что? Да, по числу новых случаев зарегистрированных. Ну, здесь говорят, что мы больше людей обследуем, больше выявляем. Но поскольку это все время продолжается, то, значит, у нас продолжают и заражаться много. Поэтому ситуация у нас достаточно тяжелая по сравнению, там, скажем, с Западной Европой, с Центральной Европой, там, еще меньше, чем в Западной, с Северной Америкой. Нет, пока у нас еще говорить о каких-то больших успехах очень рано. Хотя немножко снижается число новых случаев, но все равно очень много, там, 50 тысяч, 70 тысяч. Это, конечно, много по сравнению, там, 3-5 тысяч во Франции, в Германии, в Британии. Это, конечно, не в нашу пользу цифры. Ну, вот я смотрю, что, например, в топ-5 лучших стран по ситуации с ВИЧ входят именно страны в Западной Европе. Изучалось, как у них устроено вообще... Лучше всего там, где остатки государственной системы здравоохранения. Скажем, Австралия, это Британия. Очень хорошо в Германии тоже, поскольку они больше даже всяких мероприятий делают, чем в Британии или Франции. Вот там, где какие-то проблемы, ну, например, оказывается, во Франции мы всегда, так сказать, со времен Чехова там их подозревали в легкомысленном поведении, да, если там... А вот, а на самом деле у них трудности с введением полового просвещения в школах. Им не удается это провести. А вот в Англии с прошлого года это ввели в обязательном порядке. И общее число вот в Британии всех, даже расчетное число, то есть, учитывая тех, кого еще не зарегистрировали, где-то 105 тысяч человек. А по сравнению с нашим миллионом, даже при том, что у них меньше населения, все-таки это серьезные у них успехи по сравнению с нами. То есть, это, в общем, первое, что надо делать, половое просвещение в школах. А вот в Германии, там оно еще плюс ко всем остальным мероприятиям, еще и обязательное сексуальное обучение, половое просвещение в школах. Наши даже, кто приезжает туда в ужасе, что такое детей просвещают там в сексуальном плане, мы им запретим ходить на эти уроки. А родители штрафуют вплоть до тюремного заключения. Да, там с этим делом очень строго. Немцы же орден, там порядок обязательно. Раз решили просвещение половое должно быть, значит, все должны его проходить. Поэтому там, ну, тысяча, максимум две тысячи новых случаев в год. Это против наших пятидесяти. Ну, конечно, значит, надо их опыт использовать. Тут мы упираемся в проблему, которую мы регулярно обсуждаем в эфире «Серебряного дождя». Половое просвещение в школах, да. Они, это, понимаете, у нас ведь тонкость есть. Половое просвещение, это еще куда не шло. Если сексуальное обучение, то уж никогда не... Половое, это просто, я даже не знаю. Поэтому здесь еще тонкость в том, как по-русски это правильно назвать, да. Потому что если мы даже там, значит, церковный брак начинаем осуждать, то это тоже половое просвещение, да, вопроса церковного брака. Несомненно, это мы можем назвать половым просвещением. Поэтому, конечно, должен быть выбор у людей, какой себе путь принятия. Ну, выбор должен быть такой научный, а не уличный. Потому что сейчас мы, если не на улицу, то в интернете выталкиваем детей, а уж там они насмотрятся и всего, чего мы бы не хотели. Ну, просто у нас же действительно, что касается культуры сексуального поведения, у нас же, в общем, у взрослых не все очень понимают это, да. Я вот именно об этом говорю, что у нас вытолкнуты все в интернет. И там они что там посмотрят на порно-сайтах, там и сексуальное просвещение или образование. И получают. Почему? Потому что сейчас у меня есть письмо из Министерства просвещения, где они формулируют так, что за половое просвещение детей отвечают родители, а не школы. А кто обучил родителей, этот вопрос никого не интересует. Где они будут обучаться? И чему они обучат детей, почему-то про это никто не думает. Ну, и опять же, вспомнив Чехова, он где-то писал, что с 15-летней девушкой можно говорить на любую тему вопрос, какими словами. Да, да, выбор лексики, да. Поэтому здесь как раз нужно подготовить просто квалифицированных преподавателей. Соответственно, тогда у нас никаких проблем не будет, ничему лишнему детей не научат в школах. Я сразу вспоминаю, я здесь читала материалы, это, правда, касается попыток в 90-е годы внедрить сексуальное просвещение в школах. И вот люди, которые этим занимались, они тогда рассказывали, что они пришли, и у подростков какое-то совершенно дикое представление. Они даже не знали каких-то элементарных вещей, не просто касающихся взаимоотношений мужчины и женщины, а даже вот вплоть до вопросов гигиены. Безусловно. А ведь это уже сейчас родители как раз. Безусловно, так и есть. Это вот одна из проблем, которая ведет у нас к распространению ВИЧ-инфекции. Поэтому этот вопрос надо опять поднимать все время. Пусть, еще раз говорю, здесь вопрос не в том, что мы будем, а как. Каким образом мы все это преподнесем. И тут нужно как раз готовить квалифицированные кадры, и не будет тогда никаких проблем. Никто не будет перекладывать на других ответственность. Родители уверены, что школа... Да, 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 да. А школа все родители. А школа пишет, что нет. За все родители отвечают. Так нет, ну, по-моему, все очень просто решается. Даже если вот мы вчера обсуждали, у нас один депутат предложил искоренить такие слова, как слово гей, например, да, я понимаю, что предмет под названием половое воспитание в школе, ну, наверняка не пройдет. Но могут быть какие-то основы гигиены, в конце концов, да. Помимо, если... Да назовите это как угодно, только делайте. Ну, в том-то и дело, у нас русский язык очень богатый. Да. Так помимо детей можно сделать еще и какие-то, ну, обязательные курсы для родителей. Ну, тогда сделайте при школе обязательные курсы для родителей. Если хотите, на них переложить ответственность. Ну, вот это одна проблема. Вторая, конечно, это то, что у нас совершенно на предупреждение ВИЧ-инфекции, на обучение взрослых, всего населения, у нас средства практически не выделяются. Там из этих миллиардов, там 30 миллиардов федеральных, 500, по-моему, миллионов, это на просвещение якобы. Но это как раз уходит все на рекламу этого тестирования. Ездят там автомобиль по России, три автомобиля, ездят по городам России и проводят там тестирование. С помощью местных, конечно, администраций. Про города России? Вот и вся профилактика, что идет из федерального бюджета. Есть ли какое-то объяснение, почему вот некоторые регионы, опять же, вот в антирейтинге? Урал, Сибирь. Да, Оренбургская область, Кемеровская. Дело в том, что у нас вот эта вот основная эпидемия, она началась уже после 90-х годов. Вы правильно отметили, что в 90-х годах у нас очень успешно шла профилактическая работа по ВИЧ-инфекции. Все средства массовой информации выступали, был там даже специальный журнал «Спитинфо». Да вот Дима сегодня правильно вспомнил, как в программе «До 16 и старше» и про презервативы, да, рассказывали. Он, правда, потом ушел в коммерцию, там про него отдельно рассказывали. Да, 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 там нюансы. Но вначале он выходил как научно-популярный, да. Потом прибыль больше заинтересовала, чем в научных... И ушел в жил сезону, да. Да. Ну, это другой разговор. Но тот факт, что тогда этим серьезно занимались. Но дальше началась революция, да, у нас про революционные процессы, и в том числе в экономике. И стало выгодно наркотики у нас распространять, поскольку можно было деньги заработать и конвертировать там валюту, куда-то перевезти. И у нас просто была эпидемия наркомании в 90-е годы. А если вирус попал в среду наркоманов, то сделать ничего было нельзя в тех условиях. Ну, и вот как раз везли-то большинство наркотиков в те регионы, где еще что-то было, промышленность, где люди что-то могли заработать. У нас один из самых прожорных городов Тольятти. Помните, там автоваз, вокруг него там бизнес. И, конечно, наркотики там. И то же самое, это Урал и Сибирь, это наиболее пораженные регионы. Там тоже в основном жизнь концентрировалась вокруг каких-то заводов, предприятий, а меньше сельского населения. Вот они, это все. Поэтому в тех районах уже большой резервуар есть людей зараженных. Ну, а наркопотребитель, он не обязательно наркоман, да, и он там как-то заразился в молодости, несколько раз попробовал наркотики. А ВИЧ через шприц он получил, и после этого он женился 5-6 раз, да, заразил нескольких женщин. Ну, и в результате вот этот процесс продолжается. Там, в этих регионах, большой резервуар ВИЧ-инфекции, по-моему, в Кемеровской, там до 2% населения живет с ВИЧ. Мне сегодня попадалась информация, правда, это не из официальных источников, это журналисты подсчитали, собирая вот как раз вот здесь по чуть-чуть, там по чуть-чуть, что там чуть ли не каждый 50-й. Ну, 2%, я и говорю, что порядка 2%. Причем это концентрируется в возрастной группе как раз слушателей из «Серебряного дождя». Старше 30, а 30, 40, 45 лет. Вот здесь больше всего людей живет с ВИЧ, и где-то в возрасте 30-35 больше всего заражаются этой ВИЧ-инфекцией. Да, как я уже сказал, чувствуют себя свободно, и ни от кого не зависят, ведут свободную половую жизнь, и не думают, что в их возрасте ВИЧ опасен. Да, потому что старые тоже, это молодежь болеет там ВИЧ-инфекцией глупая. Нет, оказывается, глупый средний возраст. Да, 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 это не болезнь молодых уже. Там тоже есть, безусловно, но сейчас больше всего концентрации здесь в возрасте 30-40 лет. Плюс 7903-797-6333 наши слушатели. Спасибо огромное, кстати, это важная информация. Пишут, что, например, есть онлайн-школа полового воспитания, называется «Фаза роста». Спасибо за то, что вы об этом сообщили. Но это онлайн, понимаете, это далеко не всякий пойдет, далеко не все знают, да? Ну, опять же, здесь сложность в том, что насколько там работа продумана, работа насколько квалифицирована, потому что вот в 90-е годы там пытались вводить какое-то просвещение половой, приглашали каких-то иностранных специалистов, которые, конечно, очень много испортили здесь в отношении. Потому что это часто были непрофессионалы, которые пользовались тем, что в России, как говорится, все сойдет, да, у нас вот эта любовь была к иностранцам. Ну, и там были действительно люди, не совсем правильно трактующие. А это только дает аргументы в пользу критикам. Конечно, все запретит, да. Друзья, давайте мы продолжим через несколько минут. Присылайте ваши вопросы. Не забывайте про видеотрансляцию из студии «Серебряного дождя». Вадим Валентинович Покровский, директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом. В нашей студии будет еще пару минут. Ой, конечно. Про цены на презервативы тоже нам пишут. Какой студент себе это может позволить? Цена на презервативы 300-400 рублей. Денис из Ессентуков. Лечиться все равно дороже. А, это, кстати говоря, хороший комментарий. Лечиться дороже, но пиво стоит меньше. Так. За обучение данного вопроса детей предусмотрено уголовное ответственность за совращение малолетних, пишет нам зритель. Минобра написал, что это быстро родители отвечают. Там уж слишком много скандалов. А с чем связана вот эта история, возвращаясь к тому же материалу и докладу, что есть история с госзакупками препаратов, и еще область должна сама что-то покупать. И вот они выяснили, перечислены области, из которых поступали сообщения о нехватке. Они делают запрос РБК в Тульскую область, и там в Минздраве говорят, что регион не испытывает проблем с обеспечением лекарства. Никаких обращений от пациентов на все счеты не поступало. Ну, конечно, не поступало. Потому что те, кто не получает... А, лечить некого. Все здоровы. Ну, здесь как бы отчеты, отчетность. Там, как я сказал, нужно дать процент учащих, чтобы каждый год увеличивался. Ну, чтобы увеличился процент, нужно поработать с исчислителем и со знаменателем. Поэтому в этом прошлом году даже меньше взяли на диспансерное наблюдение, чем каждый год раньше. Или это, конечно, из-за коронавируса. Ну, или... Тут трудно сказать. Я еще сегодня в рамках как раз подготовки читалась истории про ВИЧ-диссидентов. Это, конечно... Да, умирают они, конечно. И главное, что еще... Ну, то есть, не главное, конечно, но сами умирают, еще детей не лечит. Да, где-то недавно было как раз, что, по-моему, кого-то даже судили, женщину какую-то, у которой ребенок... Да, судят, еще одни жалуются. Прокуратуру, суд, что там по-кровски, что там их не так диагностировали. Серьезно? Да, все время приходится переписку вести с прокурорами, с этими самыми... с депутатами какими-то, что это еще. Депутаты наши пишут. А я помню, была же где-то примерно год назад что-то в новостном пространстве возникала история, что ВИЧ-диссидентство хотят вообще просто, ну, там, под страхом уголовного наказания, распространения информации, запретить. Да, да, там что-то обсуждалось. Но, по-моему, это ни к чему не приятно. Ну, как-то заглох. Да. Ну, просто там уже начался коронавирус, и коронавирусные диссиденты выплывали на первый план. Да, я забыла про еще вот это, да. И там вот это как-то скомпилось. И, может быть, это там каким-то общим законом пройдет, распространение каких-то ложных сведений эпидемиологического плана. Это может. Ну, не знаю, зависло это или нет. Где-то там в домах зависает. Потому что есть потрясающая история, когда человек, который сдал анализы, там у него находят ВИЧ, и он рассказывает, что... Анализируй это. Друзья, мы продолжаем в эфире «Серебряного дождя». Вадим Валентинович Покровский, директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Ваши комментарии. Плюс 7903-797-6333. Это наш WhatsApp. Вадим Валентинович, есть еще одна такая история. Вот мне, например, сегодня... Я не знаю, насколько... Я сразу оговорюсь. Я не знаю, насколько это научная вещь, но хотелось бы понять вообще, что происходит. Это вот о сообщении о уже втором человеке, который якобы... Да, ноябрь 21-го года. И вот взял и выстрелил. Что 30-летняя женщина из энергетины стала вторым в истории ВИЧ-инфицированным человеком, чья иммунная система смогла победить вирус без медицинского лечения. Правда, уточняется, что пациентка принимала медикаменты в течение 6 месяцев во время беременности, чтобы гарантировать рождение здорового ребенка. Потом она их принимать, я так понимаю, перестала и в какой-то момент выяснилось, что она здорова. Это научно подтвержденно вообще? Ну, в целом, те, кто публикует эти данные, они говорят, что у них есть свидетельства и доказательства. Но это, конечно, очень мало таких случаев, они редкие. Наверное, они есть в природе, но в природе, конечно, обязательно бывает, что и вирус оказывается слишком слабым, да, у каких-то. Но в целом, вот, сейчас живет в ВИЧ там порядка 40 миллионов человек. Поэтому один-два случая за 40-летнюю историю, это, конечно, ничего нам не говорят. И потом за этими людьми надо наблюдать, потому что все-таки признаки того, что вирус сохраняется, у них кое-какие есть. Поэтому посмотрим, действительно ли это пока еще это не обнадеживает. Ну, я вот, почему, собственно, я и хотела задать этот вопрос, насколько это научно и насколько громко можно кричать. Это же по принятию на руку ВИЧ-диссидентству. Такие истории. Ну, не совсем. У нас был один священник, довольно известный. Он утверждал, что его пациентка молитвой излечилась. Но это, опять же, на его совести оставляю. Так что, ну, как говорится, чудеса бывают. Многие верят. Ну, да, да. Это блестяще, да. Слушатели интересуются, точнее, слушатели пишут, что, проникаясь цифрами, которые озвучивает Вадим Валентинович, возникает вопрос, насколько справедливой эпидемией ВИЧ в России называть тихой эпидемией. Я, кстати говоря, тоже сталкивалась со словосочетанием тихая эпидемия. Ну, тихая, конечно, потому что, там, скажем, количество больных во второй инфекционной больнице, оно постепенно увеличивается. Сначала первый больной один там лежал в боксе, а теперь полбольницы, это уже отделение для людей с ВИЧ. То есть, но это произошло так за 30 лет, да, больше 30 лет. То есть, это действительно очень медленный процесс, он так не бросается в глаза, как коронавирус, да, все сразу стали чихать у всех температурах, всем все ясно, эпидемия. А здесь все тихо, ползучее, скрытое эпидемия, в этом ее, как бы, сила, потому что обычно сравнивают так, вот, можно ли сварить живьем лягушку живую. Если бросить ее в кипяток, она сразу выскочит. А вот если ее медленно нагревать в воде, то она сварится. Вот так происходит с ВИЧ-инфекцией. Идет очень медленное вот это вот распространение вируса. Вот видите, уже где-то там уже 2% населения. А если мы посмотрим на возрастную группу, 30-40 лет, то это уже будет не 2, там, а до 6,6% в этой группе. Вот отсюда вероятность заражения половым путем, да? То есть найти полового партнера, неинфицированного теперь очень трудно. Поэтому мои рекомендации, пока не знаете статус партнера, пользоваться презервативом. Начали вместе, совместную жизнь, обследуйтесь оба. Даже если у кого-то выявится инфекция, надо начать принимать препараты, можно продолжать половую жизнь. Если у него прием препаратов идет, и все хорошо, может и партнер принимать препараты для безопасности. То есть, но пока не знаете статус, чтобы не заразиться, пользуйтесь презервативами. То есть даже несмотря на, скажем так, романтические порывы, оставляйте голову холодной, хоть в этом вопросе. Вы понимаете, здесь смешные разговоры, это я просто уже повеселю у нас. Один был пациент, он говорил, да не мог я заразиться. Я спал только с замужними, порядочными женщинами. Ой, смех и грех, простите. Да, или там другая девушка говорит, я пользовался всегда презервативами, я слышала, как вы выступаете. Но первый, когда случайно, я пользовался первый раз. А второй раз, это же было не случайно, мы же назначили свидание. Ну вот, и, к сожалению, у нас много людей, вот все-таки, они как-то не мыслят, не понимают свои вот эти вот риски, с которыми они сталкиваются. В общем, друзья, заботитесь о себе и о своих близких. У нас в гостях был Вадим Валентинович Покровский, директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со спидом Вадима Валентиновича. Огромное количество вопросов, которые мы не успели обсудить, и будем приглашать вас еще. Спасибо вам огромное. Всем здоровья. Друзья, вы оставайтесь под серебряным дождем, не забывайте про видеотрансляцию из нашей студии. Мы буквально через пару минут приступим к обсуждению самых важных и интересных новостей, которые пришли за сегодняшний день. Дмитрий Кузнецов и Дарья Гордеева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова